Сегодня в Магнитогорской консерватории начали свою работу 21-е по счёту Российские педагогические ассамблеи искусств. Они приурочены к столетию русского композитора Георгия Свиридова, который внёс немалый вклад в сохранение традиций народного песенного творчества. А потому и направление работы нынешних ассамблей обозначено так – любовь к родному краю как тема художественного творчества. Татьяна Артёменко продолжит тему. Фольклорная тематика, которая ранее никогда не затрагивалась на ассамблеях, появилась благодаря созданию два года назад на базе консерватории народного отделения, призванного возродить уникальную в своей самобытности культуру Южного Урала. Эта направленность вызвала большой интерес у музыкантов из разных городов Челябинской области, которые вместе со своими коллективами приехали перенять бесценный опыт работы у настоящих мастеров. Для этих целей в магнитку был приглашён и профессор Московской консерватории Вячеслав Щуров, посвятивший свою жизнь собиранию аналогов подлинного народного творчества. Были замечательные мастера народного искусства, прекрасные мастера, и мы успели вот их застать, зафиксировать, как они поют. И вот теперь этот весь материал осваивает молодёжь. Она уже в записи, уже в нотном виде осваивает, уже смотрит видео и смотрит, как надо двигаться, как нужно по-народному плясать. Вячеслав Щуров выступит с докладом на пленарном заседании, а также проведёт мастер-классы для студентов. Продолжат работу ассамблеи различные секции, где будут обсуждены особенности исполнительства, национальные традиции, а также роль выдающихся композиторов в развитии народного творчества. Ну а итогом мероприятия станет большая концертная программа с участием фольклорных коллективов Челябинской области. Концерт будет очень интересный, потому что народная музыка всегда наполнена энергией, наполнена цветом, радостью и так далее. И вот это всё уже на материале местном будет показано. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.